Сегодня в Перми открывается литературный фестиваль Компрос. О том, что будет происходить в течение трёх дней работы фестиваля, узнаем у его директора Бориса Оренбурга. Доброе утро, Борис! Доброе утро! Итак, сегодня начинается фестиваль, три дня он будет продолжаться. Какие главные события? На что бы вы обратили внимание? Да, будет действительно множество событий. Ну, из них можно обратить внимание, ну, это на открытии, соответственно, это спектакль «Аутсайдеры» Екатеринбургского камерного театра. Он впервые приедет в Пермь и покажет поэтов конца XX века, пьеса о них. Это, естественно, батл городов, это самое такое спортивное, скажем так, событие на поэтическом фестивале, на литературном фестивале, когда четыре города – Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург и Пермь – будут сражаться прямо на сцене, на ринге, сражаться будут поэты своим творческим. Это поэтический слэм будет, да? Да, ну, это поэтический батл. Будет, конечно, и слэм, когда победители поедут на всероссийский фестиваль, на всероссийский слэм. Вот. Естественно, будут мастер-классы. Мастер-классы и встречи со звездами, скажем так, с приезжими из Москвы. Приедут мастера продвижения. Продвижение. Приедет Ирина Горюнова. Главное. Это она сама писатель, она мастер-продвижения, лит-агент. Ее мастер-класс называется «Так интересно. Как написать бестселлер». Это она написала такую книгу, и она ее представит, расскажет, как это сделать. Будет Андрей Коровин, один из организаторов знаменитого Волошинского фестиваля, поэт московский. И будет, что интересно, Наталья Розман. Это ведущий редактор крупнейшего издательства страны «Эксмо». Она увидит впервые, можно сказать, пермскую литературу, пермских авторов, проведет небольшой букпитчинг, расскажет о взаимодействии издателя и автора. И все это здесь переменит. Отличные возможности, наверное, для пермских писателей и поэтов представить свое творчество. Да, для авторов, конечно, возможности очень интересные. Фестиваль всегда был поэтическим. Почему в этот раз литературный? Потому что фестиваль растет, расширяется, и, в общем-то, мы решили включить достаточно много событий, посвященных прозе. То есть у нас приедет известный автор Алексей Сальников из Екатеринбурга, который прославился романом «Петров в гриппе и вокруг него» и получил премию национальный бестселлер. А с ним вместе выступит наш популярный автор Павел Силуков, который пишет рассказы. И у него тоже скоро выйдет книга рассказов. То есть проза. Будет шанс для неизданных книг, который впервые в этом году, это новый формат, посвящен прозе. Когда начинающие авторы будут перед московскими издателями, поэтами, писателями представлять свою неизданную книгу. Это «Букпитчинг» называется. И победитель с помощью фестиваля издаст книгу рассказов. Кстати, о форматах. Фестиваль известен тем, что он всегда экспериментирует с форматами, со смешением жанров, стилей. Вот что в этом году, в области чего вы будете экспериментировать? В области поэзии или прозы и музыки, конечно, как всегда. То есть вот это новый формат, шанс для неизданных книг, посвященных прозаикам, всегда было для поэтов. Будет интересный у нас концерт. Вот это как раз смешение поэзии и музыки. Концерт дуэта «Айгел». «Айгел» – это знаменитый ныне дуэт. Они выступали урганты на Первом канале. Айгель Гальсина – солистка. Илья Барамия – это петербургский музыкант, инди-музыка такая. Ну, чем тут интересно, тем, что «Айгель» еще 8 лет назад приезжала в Пермь на поэтический фестиваль в качестве молодого поэта. А сейчас она известная, ну, скажем так, певица, солистка и тоже поэт. И она снова вернулась в Пермь. Вновь вернулась. На каких площадках будут проходить события фестиваля? Вы ведь традиционно охватываете большую часть города. Ну, как сказать. Большую, скажем так. В любом случае центр города охвачен. То есть у нас база – это всегда в Доме актера. В Доме актера события, спектакли, чтения, в том числе главное чтение фестиваля «Абби Армия», где выступают гости города и наши поэты. И еще клуб «М-5», где будет проходить батл городов и концерт «Айгел». И закрытие в этот раз впервые мы пробуем новую площадку. Это частная филармония «Триумф». То есть там будет закрытие, там будет концерт московской группы, шоу-группы. Это волынки, электронные волынки, впервые тоже в Перми. Кибер Пайпер группа. У них еще замечательные танцовщицы. То есть это настоящее шоу по мотивам скандинавских мифов. Ну что ж, начинается все уже сегодня. Давайте напомним, во сколько, где, куда приходить всем тем, кто заинтересовался сейчас, но не готовился. Сегодня у нас в 6 часов, в 18.00, в доме актера спектакль «Аутсайдер» Тернбургский театр. Попасть еще можно? Я думаю, можно, если постараться. Там небольшой зал, но тем не менее. Тем не менее. Ну что ж, удачи вам, друзья. Напомню, речь шла о литературном фестивале «Компрос», который начинает работу сегодня. Субтитры подогнал «Симон»